Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в Турку навалило снегу, температура минус 2, минус 3. Ну, чуть теплее, чем на прошлой неделе. На прошлой неделе было минус 15, минус 17. Ну, ребята, кто живет на побережье моря, наверняка знаете, что когда минус 17 и дует ветер с моря, то это очень холодно. В этом видео я хочу поднять вопрос о русскоязычном населении Финляндии. Я не говорю про людей из России, я говорю про людей из Украины, Белоруссии, Казахстана, ну, и каких-то Балтийских стран, особенно с Эстонией. Нас здесь, в Финляндии, примерно 70 тысяч человек по разным подсчетам. Кто-то говорит 80, кто-то говорит 90. Я даже слышал, что говорили больше 100 тысяч на данный момент русскоязычных людей. Ребята, кстати, напишите в комментариях, если вы знаете какое-нибудь точное число. В Турку русскоязычных людей примерно 3-4 тысячи людей. И у каждого уже начинают формироваться свои семьи, рождаются дети здесь. У меня появилась большая честь и возможность снять видео про Центр культуры и спорта «Сфера». Это такой центр, который находится здесь, в городе Турку, и занимается с русскоязычным населением. Чем занимается этот центр? Для чего он существует? Какие люди сюда ходят? И при чем здесь русскоязычное население? Вы узнаете из этого видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Швайл сергей ну во первых добро пожаловать на канал спасибо я не знаю смотришь ты мои видео или нет иногда 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 посматриваю спасибо тебе за приглашение то что ты сегодня пригласил меня снять ролик здесь в этом центре мой канал рассказывает о жизни здесь финляндии моей жизни меня интересует естественно жизнь других русских и здесь в Финляндии чем они занимаются и я так понял что ваш центр как раз занимается вот такими вопросами давай для начала прежде чем мы с тобой поговорим что за центр сфера чем он занимается откуда он пришел как появился давай сначала поговорим о тебе кто ты что ты как ты но сказать обо мне доцент университета турку кандидат медицинских наук веду лекции по финляндии на самом деле потому что у меня второе это управленческая поэтому проект менеджменту по организационной психологии кельсинки оллу тампера турку вот ну и вот после работы вот работа в этом замечательном центре культуры и спорта то есть председатель правления данного вот этого всего безобразия как ты приехал сюда и когда я приехал сюда 17 марта 2005 года значит при приехал на 9 месяцев поработать в лаборатории в группе одного замечательного дядьки вот ну вот потом понеслось то есть как бы вот не уехал четверо детей то есть ты приехал сюда по рабочей да да меня многие подписчики не спрашивают это очень интересный актуальный вопрос на данный момент как переехать куда-то за границу да если возможность переехать вот сюда финляндию как-то по рабочей визе когда ты являешься вот таким специалистом я приехал сюда это не совсем рабочие это было она с возможностью работы но это вот то что называется пост док то есть ты защищаешь диссертацию и потом ты два года обычно два года до где-то должен потусить набраться опыта умений то есть финны в основном и моя жена кстати они в америку едут вот там в каких-то там лабораториях но там не предоставилась возможность финляндии я подумал почему бы не нормально доволен на самом деле доволен вот возможность есть естественно то есть и не только в финляндию по в принципе на наука с одной стороны я медицинский да то есть я врач по по первому своему образованию с другой стороны я занялся аспирантурой меня была физиологическая да то есть физиология это наука и вот физиологом легче чем врачам потому что ну ты можешь куда угодно то есть в любую точку мира в принципе есть ли есть необходимости вот можно переехать куда угодно влился то есть влился я нормальная я не влился совершенно никак в русскоязычное вот сообщество потому что ну все были в основном иностранцы да то есть там француз там у меня сосед был кругом там немцы итальянцы какие ты переехал с петербурга какие минусы ты можешь вот жизни плюсы финляндии ты можешь рассказать первое плюсов больше наверное поэтому мы с тобой финляндии вот то есть но научную в принципе деятельность не сравните естественно да потому что несмотря на то что финляндия это не америка да но не соединенные штаты имеют вот но вот в нашей области в области имиджинг вот этот п-центр турку п-центр это на самом деле вещь известная во всем мире то есть это в европе один из крупнейших центров вот и во всем мире то есть в россии этого ну нету да вот ну естественно то есть заработные платы естественно здесь лучше более как бы тут у меня получается такое раздвоение то есть я говорю про научную среду да то есть на мой взгляд научная среда она реально ты часть ты становишься частью мировой среды мировой науки да потому что финны это известно они публикуются в журналах мировых то есть англоязычных американских надо в россии к сожалению сейчас к большому сожалению ну идет безусловно деградация науки это как бы ну это такое общее место вот то есть три часть все равно мировой науки здесь какой бы ты ни был да вот это из плюсов ну понятно жить проще комфортнее дорого но ты понимаешь смотря что что говорить дорого да предположим квартплата здесь будет существенно выше до чем в россии но я так сказать вот мы в приезжаем я бы не сказал в питер нам и приезжаем то есть мы регулярно два раза в год там причем там летом дети там долго достаточно находится вот я бы не сказал что там сильно дешево но какие какие минусы вот я не могу если мы там может быть по ходу будем какие-то говорить да то есть ситуацию ты 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 какого года с двухтысячного ооо да ты понимаешь ситуацию вот люди же люди они голосуют ногами по сути да то есть мы видим ситуацию оттока из россии людей не только финляндию да то есть представить себе что из хельсинки там инженер учитель врач переезжая там в верхнежопинск да и работы там поломоем там или санитаром да ну это сложно да представить или что там девчонка из эспо там находится пенса в том же там этом городе до верхнежопинске это невозможно а сюда переезжают и из питера неизвестно куда переезжают из москвы неизвестно куда переезжают то есть ну плюсы безусловно и есть назвать финнов слишком гостеприимными сложно ты как кандидат министр наук расскажи подписчикам сколько получает такой человек кстати турку зарплата около 4000 в месяц до четыре ну три девятьсот там 60 там посмотрим что будет 2019 да из этого на самом деле идет на налог ну на руки где-то получается наверное две пятьсот две шестьсот если бы у меня не было бы лекций то семью из шести человек не прокормить это да да вот на эти там 2 600 лекции они идут по нормальной по часовой ставки и ставка за 45 минут она ну до центу до до центу и профессору она начинается от 110 евро за 45 минут то есть лекция которая полтора часа это минимум 220 евро то есть если ты работаешь день до предположим то минимально ты получаешь на 900 тысяч в день но естественно из этого налог тоже там выплачивается вот да здесь очень сложно заработать много вот это туда это вот реальность налоги большие идешь лекции на английском языке правда то есть зная английский язык зная науку здесь можно работать спокойно да и это на самом деле почему многие например ученые да кто здесь они не знают финского потому что у них в среде нету людей которые не говорят на английском ну и вообще мне кажется в финляндии встретить человека который там не говорит по-английски да это сложно ты наверняка знаешь все про русскую диаспору здесь что-то или знать ли ты вообще чего-нибудь много ли нас здесь и и если диаспора здесь да не ну смотри здесь три четыре тысячи русскоязычных находится в городе турку турки с окрестностями по моему 3 в турку если брать россию вот и нам то ли да то там 4000 получается и русскоязычные имею ввиду вот этот русскоязычная эстония и не слушают это не знаю по моему да и которые которые пишут по которые пишут вот в реестре что они там русскоязычные там с украины естественно там наверное белоруссии с белоруссии да ну смотри в регионе столичном 30 тысяч насколько я знаю да а по всей финляндии по моему тысяч 70 но это по-моему я в газете как-то читал 56 тысяч было только вот с двойным гражданством ну может быть нет не знаю я знаю что вот три-четыре мы здесь работаем вот но есть чем заниматься ваш центр сфера мы занимаемся тем что в основном помогаем мы собирались в правлении в прошлую субботу 18 и говорю давайте подумаем вообще зачем мы делаем чем мы тут делаем вот и ребята то есть члены правления не сказали мы делаем для того чтобы наши дети знали русский язык и когда мы сохраним тебя русская речь великое русское слово и это факт что вот люди некоторые приезжают сюда например золу там мисками с германии да у них дети начинают говорить по-русски и те которые говорили с акцентом начинаю говорить без акцента то есть это вот я скажу основное чем мы занимаемся далее мы создаем все-таки стараемся что вот какой-то психологический комфорт что да есть место куда человек в принципе может прийти да и здесь будет говорить буду говорить на его языке ну и потому что нам это нравится но у вас же есть клиентура которая по русски вообще не говорит есть есть потому что я вчера снимал тренировку да есть я вставлю сейчас сюда мальчик сильно с армейский стиль это упал отжался побежал здесь проходит тренировка будки и пилатес две тренировки которые веду я вот кемп это армейский стиль тренировки это исключено сила выносливость гибкость ну все вместе так сказать ходят конечно разновозрастные вот молодые до очень пожилого возраста и с разной подготовкой русские шведы финны абсолютно разные все кто хочет то приходит и пробует тайки тоже бывают вот народа много в основном по субботам когда с более-менее свободно но так от 8 до 15 человек может быть за тренировку но в этом помещении мы работаем наверно уже где-то два года будет изначально мы начинали все это в лесу занимались лесу так сказать маша броски и перешли сюда с работаем два года где-то полгода уже не занимаемся но снова вернемся на улицу то есть мы по воскресеньям в лесу занимались так и хотим вернуться тоже да у нас есть тут появилась одна группа еще ребят познакомились случайно так сказать каратисты тэквондисты вот мне тогда недавно приехав сюда в город и мы хотели бы вот между ними просоревноваться так как у нас девчонки в основном занимаются и вот как бы между ними так помириться силами русский человек если ты живешь турку и ты не знаешь о наших тренировках приходи к нам заниматься у нас весело и очень офигенная атмосфера нет там офиге у нас на самом деле понимаешь у нас нету здесь какой-то там сверх цели окормлять русскоязычных да у нас нету у нас вот есть центр людей которым друг с другом хорошо вот это основное потому что денег здесь не сделать это это надо сразу понять что в принципе вот те кто в регионе турку да на русскоязычных денег не сделать тех которые реально деньги да то есть что те зарплату будет платить и там за аренды там там то-то нет да это какой-то вот что-то такое небольшое чтобы поддерживалось существование центра если здесь здесь делать бизнес надо ориентироваться естественно афинов руской личное мы для себя делаем этому ребят мы это делаем для себя и для своих детей то есть потому что некоторым ну как бы рожденный в ссср до планшет она не приговор конечно дано это определенно осложненная нам нас и некоторым кажется что если есть вот какие-то русскоязычные дата вот русскоязычное общество она что-то должно и вы ничего не кому не должны то есть мы это делаем для себя и если людям интересно да они к нам приходят новые люди нас постоянно такой круговорот было осенью просто супер на самом деле то есть нас был там рукоделие не только русскоязычный у нас здесь шесть дней в неделю прыгают две румынские группы но эти вот на этих на прыгунчиках у нас был и будет 11-кратный чемпион финляндии по вольной борьбе фата с дурмыши но пока завар к завар это у нас косово албания да да ну нет он косовар они себя представляют именно как косовары то есть албанцы это из албании а он именно из косово кружки развития творческих способностей детей возраст от 3 с половиной до 11 12 лет две группы младшая группа и старшая группа мы занимаемся развитие творческих способностей ребенка главное я считаю в каждом ребенке есть творческое начало главное это начала развить дать возможность ему ему открыться привычно с вами делаем на наши занятия мы только проявляем фантазию используем стараемся найти что-то свое найти свою линию изобразить что-то своем собственном стиле поэтому данном случае мы с вами пытаемся создать кристалл можно сказать выращиваем кристалл как его вырастить изначально показала кристалл это симметричная форма то есть то что у нас левой стороны то же самое должно быть с правой стороны но не обязательно то что сверху то есть не используйте стан свою фантазию которая управляет направляет вами позвольте вашему креативному чувству направлять вас вашим творчестве вашем рисунке поэтому простым карандашом не надавливая потому что акварель прозрачная краска чтобы у нас потом в дальнейшем был красивый при лифте приливающийся кристалл нам нужно помнить об этом после материала мы работаем мы наносим тонкие линии не давя на карандаш вот так мы не делаем тонкие линии теперь выбираем какую бы точку соединяем с другой точек без правил людей да только фантазия той но так как это кристалл это симметричная форма мы должны тоже самое сделать солнце моё с автобусом в другую сторону тоже самое мы проводим и с другой стороны и сравниваем это симметрично или несимметрично если симметрично замечательным и молодцы двигаемся дальше если несимметрично берем резинку меняю форму добиваемся красоты в вашем кристалле и продолжаем дальше понятно пожалуйста вперед мы занимаемся раз в неделю по вторникам первая группа начинает заниматься пол пятого вторая группа начинает заниматься в шесть часов даже группа разное количество ребята иногда это маленькая группа 45 человек но максимум 8 очень удобно и удобное месторасположение удобное место занятия рабочие места с них можно назвать рабочими хорошие материалы поэтому добро пожаловать к нам на завете наш в наших кружках если филе они подобные центры я знаю что в хельсинки достаточно много центров которые вот русскоязычные там музыканты например у нас там были какие-то там отношения с ними такие поверхностные но вроде как ребята хороший тоже продукт делают вот есть в тампере что-то было там вроде как вот но но мы в основном вот все таки мы здесь и как бы этим мы то есть всем рады но так вот особо там папа всей финляндии мы как бы не сканем как у вас вообще как вот обстановка здесь и кто правит этим центром вас какое-то общество по какой системе вы здесь направлении правление то есть это а это ассоциация да но не правительственная не коммерческая организация вот у нас здесь есть правление и ну вот собственно правление коллегиально мы тут принимаем решение и основном папа на по подбору кадров это в основном моя как вот но они все проходят все равно через правление все преподаватели все помещения то есть это все равно идет через правление вот и это кстати тоже такой интересный момент что очень важно качество людей которые вот делают да потому что ты здесь не заработаешь денег да то есть все работают безвозмездно то есть все работают абсолютно безвозмездно по работа после работы да и вот здесь очень важно то есть чтобы люди были толковые и эта проблема волонтерских организаций реально реально кайфуем то есть когда собираемся вот поэтому и делаем это для себя и для своих детей ну а собираетесь ли вы как-нибудь деньги получать после когда-нибудь вырасти нет 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 и понимаю здесь здесь нету потенциала здесь нету потенциалу то есть еще раз говорю мы осознанно на русский язык для педали мы хотим чтобы дети знали наши русский язык у нас кружки в основном если это не спортивные если это не какие-то другие да а в основном они на русском языке это сразу отсекает потенциальных клиентов очень сильно вот потом конкурировать конкурировать в финляндии с кружками со спортом очень сложно мы понимаем прекрасно что мы не конкурентно способны поэтому мы напрягаем какие-то другие там объясняем городу что ребята как бы у нас здесь круто у нас здесь не только русскоязычный у нас здесь вот мы вот этот продукт мы делаем там праздники они нам помогают безусловно вот так это это в бизнес это никогда не может перейти это вот надо мы это понимаем это очень хорошо понимаем помогает вообще финская государство вот это как понимаешь то есть аренда помещения стоит 7 тысяч 200 евро в месяц оборот у нас то есть то что мы зарабатываем в год мы зарабатываем в год там около 30 тысяч в месяц зарабатываем на кружках на членских взносах это годовая это в год поговорили с нашими так сказать знакомцами там в администрации города помогают все работаем продолжаем все нормально поэтому помогают еще как и большое спасибо то есть это действительно большое спасибо потому что делал сергей расскажи а если у вас какие-нибудь отношения с россии вот здесь такой работой то что вы занимаетесь русскоязычными детьми людьми можно сказать да если какая-то связь с россией помощь какая-то духовная нету смотри мы взаимодействуем с консульством например да мы их зовем на какие-то наши праздники например мы два раза вот праздновали 9 мая будем в этом году праздновать насколько я помню в турку 9 мая концерта никто не устраивал мы вот первые то стали это делать в первый год консульские не пришли хотя звали вот приехал посол приехал посол там год назад да и говорит какие проблемы вы проблем не говорю проблема одна делаем 9 мая да причем это не то что там казенный патриотизм выделяем до соответствии со сметой а реально вот делаем про своих дедушек прабабушек все они приходят будут действительно 9 мая вот в этом году в восемнадцатом году все сделали прекрасно там без россии приезжал аккордеонист пели песни военные дети пели ну а вот какие-то вот в специальные программы для подростков вот есть которые помогают уже вот который в пубертатном периоде если как программа вот это занятие для подростков которые есть плохой анекдот поручик ржевского не будем рассказывать что там для подростков до в пубертатном периоде можно предложить вот но нет у нас у нас нету но если если только вот опять-таки борьба какая-то потому что там ребят ну рисование да там там ребята есть по 12 лет по 13 лет вот специальных каких-то нет то есть понимаешь тут идет такой органический рост не то что вот мы хотим насытить там пенсов вот мы пенсом хотим что-то сделать пенсионерам да что-то сделали нет появляется человек который что-то может у нас появился но очень направлении там год назад света сивил она преподаватель финского языка тоже из питера он говорит ребята давайте сделаем поэтический вечер сделали поэтический вечер ребят давайте я проведу подготовку там к ике для гражданства провели вот в январе подготовку давайте там не то есть вот появляется человек он делает какое-то предложение мы вокруг этого выстраиваем какую-то поэтому появится кто-то скажет вот у меня для пубертатных подростков что-то немерено интересно у нас даже мы в августе сделали такую тему сферой за на open space то есть мы предложили что ребята вот любой там в международной школе кинули ребята вот любой может прийти сказать у меня такая идея по изменению мира к лучшему получаете бесплатно помещение на вот свои эти занятия мы должны показать что вы что-то можете у нас пакистанская там девушка там одна она там какие-то там школу свою пытается организовывать ну пока не очень идет но тем не менее вот бери пользуйся ну вот берет пользуется то есть опять таки открыты абсолютно ко всем вот таким задвижухам абсолютно открыты вот а так специально нету в основном находится хороший педагог вот под педагога у нас вокальная студия ридан в сфере занимаемся два-три раза в неделю с детьми что мы сделаем и поем учимся петь выступать на концертах фестивалях конкурсах готовим маленьких детей от трех лет и до 100 сюда ходят дети от трех лет в основной русскоязычные но есть также дети из смешанных семей семей которые финно говорящие папа финн мама русская есть дети иностранцы совсем например мама вьетнамка папа финн есть дети из эстонского происхождения в общем очень разнообразная у нас география совершенно различных стран приезжают иногда так что добро пожаловать заниматься всем без исключения если есть желание петь всем русскоязычным детям и всем кто просто очень любит музыку и мечтает о сцене какие у вас планы на будущее я так понимаю что вы все равно что тот всегда собирайтесь своим вот этим собранием всегда думать какие-то планы продумать то что люди вы не глупые кандидат не цинк их науки то есть какие планы вас на будущее ну слушай сейчас думаем там сделать может быть там кукольные вот спектакль да там в апреле из россии опять-таки в мае естественно 9 мая до опять-таки она она будет развиваться то есть например в декабре к нам при приглашали приезжал дьякон андрей кураев до в замке турку вот проводилась встреча и выросла тоже случайно совершенно но это действительно человек это самый известный богослов например в россии сейчас до приезжали туда в этот замок турку нам бесплатный вход у нас все был вот приезжали там из там пары из хельсинки люди то есть вот посмотреть на него ну что вот будут естественно стандартные но у нас поможешь как я тебе сказал да то есть планы продолжать помогать своим детям своим друзьям жить интересной жизнью сохранять русский язык а дальше что подвернется то есть как бы в данном случае какой-то вот такой там стратегия развития на 500 лет там этого нету на 500 лет впереди да вот поэтому поэтому посмотрим регулярно к нам приезжают слепые в июне там в июле вот уже какой три раза по моему они были там регата вот этих вот они здесь тоже концертку это проводится вот то есть будет она будет функционировать она будет и и говорю если кому-то интересно кого-то что-то есть принести мы вы только рады кстати у меня появилась идея преподавать русский язык фина я же учитель без пяти минут учитель русского языка для иностранцев то есть для финнов не как родного как иностранного илья только рады то есть только рады абсолютно понимаешь вот посмотри значит как бы так вот реально да если подходить как место работы это воспринимать не надо но вот у нас например был хореограф да то есть парень его никто не знал да он у нас здесь проработал два года он набрался опыт он пошел дальше и у него уже в резюме есть что вот он в таком-то центре он преподавал хореографию там детям взрослым поэтому как ступенька это может как место работы конечно или как дверь куда-то или как дверца безусловно то есть всегда рады ну и как главное этого центра по имени сфера что ты можешь пожелать русскоязычным людям которые живут здесь финляндии и смотрят мой канал правду правду говорить да конечно ребята интегрируйтесь финское общество учите язык если так сказать не владеете каким-то учите финский там учите шведский интегрируйтесь потому что главное на самом деле вот если вы сюда приехали и этот шаг был осознанным не просто вас там там как эту долли там или или там домик там принес за и мы финляндия значит вы на что-то шли в да здесь вот здесь есть проблема что здесь приезжают некоторые по 16 лет сидят без работы на шее и говорят и мы хорошо живем да значит ну не очень это красиво да сидеть совсем все время на шее у финнов вот интегрируйтесь встраивайтесь в товарно-денежные отношения которые здесь есть получаете образование до образовываетесь становитесь активным участником жизни в стране куда приехали тоже по-другому никак сидеть и так сказать поглаживать свое это так сказать что вот мы там великое там мы победили там можем повторить это ну совсем как бы это вот лоу да то есть встраивайтесь и естественно в таких центрах всегда рады так что ребята я про пожаловать на волонтерскую работу в центру сферы если вы специалисты что будет Продолжение следует...